МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почувствуй разницу. Трезвым курсантам автошкол дали понять, почему пьяный водитель опасен. Смотрите прямо сейчас. Информация о готовящихся в России терактах недостоверна, сообщает пресс-служба антитеррористического комитета. После взрыва в метро Санкт-Петербурга в некоторых СМИ и в соцсетях появились сообщения, что под угрозой безопасность в крупных городах, в том числе и в Омске. Информационный центр национального антитеррористического комитета от имени руководства заявляет, появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности, а якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной. Информационный центр обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и информационного центра национального антитеррористического комитета. В Национальном антитеррористическом комитете также напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной и неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических атаках. На должность мэра сейчас претендуют 23 кандидата. Причем это и политики со стажем, как, например, депутаты и чиновники высшего эшелона региональной власти и представители рабочих профессий, например, прораб и журналист. Прием документов от сыскателей завершился накануне вечером и сейчас появился полный список президентов на креслах градоначальника. При этом два человека не дали согласия на обработку персональных данных, поэтому их имен пока нет в общедоступном списке. Алексей Ярошевич – индивидуальный предприниматель. Станислав Гребенщиков – заместитель председателя правительства Омской области. Александр Бегишев – начальник отдела снабжения завода. Игорь Андропенко – депутат законодательного собрания. Игорь Бруй – последнее место работы и старший прораб. Виктор Жарков – помощник депутата Государственной думы Кравца. Александр Искам – пенсионер. Антон Берендеев – депутат законодательного собрания Омской области. Андрей Иванищев – председатель общественной организации. Владимир Куприянов – министр труда и социального развития Омской области. Денис Кочаровский – менеджер по продажам. Алексей Клебиков – до 2016 года депутат законодательного собрания Омской области. Игорь Козловский – инженер. Владимир Казанин – журналист. Юрий Пичугин – пенсионер, индивидуальный предприниматель. Игорь Рыбаков – начальник отдела. Андрей Рягузов – директор предприятия. Сергей Суменков – индивидуальный предприниматель. Артем Тарасов – инженер. Виктор Чередов – директор регионального учебного компьютерного центра. Сергей Яковлев – водитель. Я, правда, думал, что будет 21, чтобы не было перебора. Но, извините, перебор – 23. На самом деле ситуация интересна по себе, работа, потому что опыта нет. Многие вопросы по ходу рассматриваем. Считаю, что комиссия не допустила, как председатель, конечно, будут, наверное, еще какие-то вопросы. Но в том, что мы не допустили никакой юридической ошибки, хотелось бы в этом представлять, что это будет именно так. Первое заседание конкурсной комиссии пройдет завтра, 6 апреля, а собеседование с кандидатами – 14 апреля. Имя нового городоначальника обещают назвать уже 19 апреля. Новым министром образования назначена Татьяна Дернова. Она фактически руководила ведомством с февраля, после того, как Сергей Конунников ушел в отпуск с последующим увольнением. Официальная причина такого решения – пенсионный возраст. Кандидатура Татьяны Дерновой – единственная, которую рассматривали на вакантную должность. Ранее губернатор Виктор Назаров заявлял, что назначение Дерновой министром будет правильным решением. Татьяна Дернова окончила Омский государственный педагогический институт имени Горького, а также Сибирскую академию государственной службы. Она является почетным работником общего образования Российской Федерации, заслуженным работником образования Омской области. Хорошая новость для малого бизнеса. Минэкономразвитие предлагает ввести бессрочные надзорные каникулы. Правда, это касается ведомств и структур, которые не будут вести проверки в рамках так называемого риск-ориентированного подхода. Он подразумевает под собой анализ угроз, актуальных для конкретного предприятия, и применяется в трех видах надзорной деятельности – пожарном, санитарно-эпидемиологическом и надзоре в сфере связи. Впрочем, некоторые эксперты считают, что сами по себе надзорные каникулы эффективны, и их надо расширять. А вот риск-ориентированный подход вызывает вопросы. Мы считаем, что если риск-ориентированный подход внедрять неправильно, то он может привести к ухудшению ситуации, так как до его внедрения, как правило, ведомства не удаляют избыточные и устаревшие требования, а просто распределяют их по группам риска. Другие, напротив, считают, что риск-ориентированный подход намного эффективнее, чем налоговые каникулы, которые являются хорошим решением лишь на определенном этапе развития. Состояние стабилизировалось, банкротства не будет. Как сообщает пресс-служба администрации Омска, эта тема в отношении тепловой компании закрыта, поскольку предприятие начало гасить долги перед поставщиками ресурсов. При этом сейчас в Омском арбитражном суде находятся еще несколько исков о взыскании задолженности за потребленный природный газ. Впрочем, в марте суд уже отказал предприятию «Газпром» Межрегионгаз Омск в удовлетворении иска о банкротстве тепловой компании, которая к тому моменту накопила долги перед поставщиком с октября 2016 года. Сейчас муниципалы заявляют, что со всеми рассчитаются в ближайшее время. Тема возможного банкротства, считаю, закрыта. В течение ближайшего времени рассчитываем полностью погасить накопившиеся долги, а затем планируем выйти на режим текущих платежей. Решается вопрос об открытии дополнительной кредитной линии, которая необходима для покрытия кассовых разрывов. Погода на нашей стороне. По словам начальника МЧС России по Омской области Владимира Корбута, предполагалось, что ситуация с паводком будет хуже, но резкое похолодание, накрывшее Омскую область, существенно замедлило процесс таяния снега, и у спасателей появилось дополнительное время на подготовку. Подходят к концу работы по углублению Мангутского канала. Он отведет воду из Тюменской области в реку Оша и далее в Иртыш, тем самым предотвратив подтопление районов Омской области. Сейчас дополнительная техника направлена в районы, наиболее подверженные паводку. Восемь мотопомп укомплектованы и готовы к работе. За весь период весеннего снеготаяния мы получили 47 обращений граждан. Это на единые дежурно-диспетчерские службы и в Центр управления кризисной ситуацией. Из них всего две было по области, а остальные по городу Омск. Жилых домов, которые сейчас подтоплены или находятся в угрожающем состоянии, пока нет. Маршруточные войны продолжаются, только теперь уже в кабинетах власти. Очередную инициативу, которая явно не понравится частным перевозчикам, поддержали сегодня на заседании Комитета горсовета по вопросам ЖКХ и транспорта. Его участники проголосовали за отмену в Омске частных маршрутов с нерегулируемым тарифом. С таким предложением выступил депутат Юрий Федотов. По его замыслу, все частные перевозчики должны защищать свой тариф в РЭК. Только так можно вывести рынок перевозок из тени. Если частники убедительно докажут, что стоимость поездки у них составляет больше 22 рублей с пассажира, то они будут иметь право на компенсацию из бюджета. Пускай все дружненько идут в РЭК и прозрачно защищают свой тариф. Чтобы мы понимали, что если мы платим из бюджета компенсацию частнику, муниципалу, то мы платим за что? Было понятно. И что они платят в белую заработную плату, и налоги все перечисляют и так далее. Дальнейшее решение о переводе на регулируемые тарифы будет принимать полный состав горсовета на следующем пленарном заседании. Никто из присутствовавших не вспомнил о том, что на любом рынке должна быть конкуренция, и даже не пытался предположить, сколько подвижного состава в этом случае останется на улицах города. Ведь инициативные депутаты на этом виде транспорта в большинстве своем по Омску не передвигаются. Самое простое – идти по прямой в таких очках дается с большим трудом. В глазах мутно, ноги не слушаются, ориентация в пространстве теряется. Слушайте, я правда как пьяная. Так называемые пьяные очки появятся практически во всех омских автошколах. Госавтоинспекция, Сибади, а также предприниматели решили, что начинающим водителям нужно на собственном опыте осознать, насколько опасно садиться за руль в нетрезвом состоянии. И самое удивительное как раз в том, что спаивать курсантов никто не будет. Очки создают эффект, схожий с алкогольным опьянением. Эксперимент проводится в рамках проекта «Автотрезвость». В управлении ГИБДД на него делают большие ставки. По 3 месяца 2017 года у нас уже сейчас идет небольшое снижение. Поэтому будем надеяться, что именно с продвижением социального нашего проекта мы еще более снизим результаты по управлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. «Автотрезвость» далеко не первый проект, призванный победить пьянство за рулем. Против вождения в нетрезвом виде выступают все – и власти, и общественности, и даже производители спиртного. Статистика ДТП с участием пьяных водителей подталкивает к таким решениям. Если вы не будете отвечать на поставленный вопрос, это будет расследоваться как отказ. Этот молодой человек не просто так потерял дар речи при встрече с госавтоинспектором. Такие метаморфозы часто случаются с теми, кого полицейские остановили за вождение в нетрезвом виде. Некоторые автолюбители проявляют смекалку и быстро пересаживаются на пассажирские сидения. Но встречаются на омских дорогах и те, кто не то что машиной, даже собственным сознанием управлять не могут. У других алкоголь наоборот раскрывает дополнительные физические возможности, как, например, у этого мужчины. После долгой погони пьяный водитель решил, что в воде полицейские его точно не достанут. И это хорошо, если принявших на грудь водителей вовремя останавливают и задерживают, потому что пьянство за рулем одна из главных причин гибели людей в ДТП. В Омске каждая четвертая смерть в автокатастрофах на совести нетрезвых автолюбителей. В 2016 году больше 40 людей погибли, потому что за рулем был человек, который решил, что машиной можно управлять и под градусом. Высокие технологии в помощь. В закрытом госинтернете уже в ближайшее время появится свой собственный мессенджер. Он станет составной частью закрытого интернета, который до конца года свяжет все российские госструктуры. Закрытая система коммуникаций получила название RSNet. Об этом пишет газета «Известия». Главное преимущество нового мессенджера перед аналогичными программами – безопасность. Если обычный пользователь сети перешел по ссылке, за которой был вирус, то его компьютер будет заражен. Использующим новый мессенджер такие опасности не грозят. В данный момент советник президента Герман Клименко уже ведет переговоры с Федеральной службой охраны. Сегодня в рамках RSNet работают государственные домены Kremlin.ru и Government.ru. О том, кто еще внедряет новые технологии, можете узнать на страницах газеты «Известия». От высоких технологий к финансам. Российская экономика вошла в фазу активного роста. Об этом пишет газета «Коммерсант». По словам федерального чиновника Максима Орешникова, вся экономическая политика государства сейчас должна развернуться лицом к инвестиционному процессу и привлечению частного капитала для развития бизнеса. Не менее важным является вопрос поддержки экспорта. Ведь поиск новых рынков сбыта для российского бизнеса – больной вопрос. Больше подробностей по теме – на страницах газеты «Коммерсант». На чем можно было заработать в первом квартале 2017 года? Газета РБК предлагает своим читателям порцию аналитики. Открыв издание, можно узнать, что лучшим вариантом для вложения средств в первом квартале года было серебро. Худшим стали российские акции. Каждый квартал РБК оценивает доходы от 10 способов вложения денег. Для расчетов берется условная сумма в 100 тысяч рублей. И выясняется, сколько можно было заработать, вложив средства в разные активы. Второе место по прибыльности после серебра заняли трехмесячные рублевые депозиты. 100 тысяч вложенные в данные активы в начале года к концу марта превратились бы уже в 101 тысячу 83 рубля. Доходность составила бы 1,83%. Вкладывать в свои деньги в недвижимость сейчас не самое лучшее время, заявляют специалисты. Но если квартира нужна для проживания, то момент для покупки выбран удачный. Вложив деньги в покупку евро и долларов наличными в первом квартале, инвестор не смог бы заработать. Какие акции точно не нужно покупать, сможете узнать на страницах газеты РБК. За отказ пропустить скорую будут лишать водительских прав. Российская газета рассказывает о новом законопроекте, призванном защитить медиков. Предлагается ввести ответственность до нападения на медиков или препятствования работе врачей. В соответствии с новым законом, за отказ пропустить скорую, если в результате медицинская помощь была оказана несвоевременно или не была оказана вовсе, нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если кто-то помешал работе медиков, то нарушитель рискует получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей и попасть под арест на срок до 15 суток. Напомним, что необходимость принятия закона об ответственности за нападение именно на медицинских работников связана с участившимися случаями атак на врачей. Насколько часто медицинские работники в России подвергаются нападению и чего в итоге потребовали медики, узнаете, прочитав российскую газету. Редактор субтитров А.Семкин